Маршал Жуков, Марат Козей, Зоя Космодемьянская и многие другие. В прошлом году в городах-героях зацвели сиреневые аллеи, в которых каждое растение носит имя героя Великой Отечественной войны или место сражения. Проект не случайно называется «Сирень Победы». В мае 1945-го с букетами этих цветов встречали солдат. Конечно, символ, потому что цветет в мае. И он совпадает. Почему? Потому что день Победы 9 мая. Там и вишни цветут, и яблони цветут в это время. Если посмотреть хронику, чем встречают солдат наших, вернувшихся ветками цветущих яблонь и сирень, конечно, тоже. На меня тоже рассказывали, потому что к отцу приходили солдаты и говорили, они видели, когда сирень в Венгрии, когда освобождали Венгрию, это была сирень как будто наша, потому что у нас такая же сирень. В Берлине это тоже сирень как будто наша, то есть это был цветок не чужой. В проекте участвовали сотрудники белорусских и российских ботанических садов. Задача была непростая. В короткие сроки обеспечить редкими саженцами 13 городов-героев. В обычных условиях, чтобы получить нужный сорт, растения прививают. Процесс этот занимает много времени. В проекте «Сирень Победы» ускорить его помогли современные клеточные биотехнологии. Берем веточку, вот сейчас очень хорошее время, выделяем активно растущую часть, в биологии ее называют меристемой. Это материал, который может дать начало целому растению. И вот из этой группы клеток активно растущих мы получаем свободное от любой инфекции растение, которое потом в стерильных условиях размножаем. За пять лет ученые высадили более тысячи кустарников, и это только начало. До 2018 года «Сиреневые аллеи» высадят в городах воинской славы. Инициативу заметили, и сегодня проект среди кандидатов на премию «Звезды Содружества». Это межгосударственная награда СНГ за вклад в области образования, культуры, искусства и гуманитарной деятельности.